Коллеги, добрый день! Тема вебинара – планирование запасов в ERP 2.5. 1С поддерживает три метода управления запасами – заказ-подзаказ, поддержание запаса и планирование запасов. Первые два формируют обеспечение с использованием способов обеспечения потребностей. В планировании запасов же используются формулы и источники данных. Новым является то, что теперь обеспечение можно рассчитывать по дефицитам, то есть по недостающим остаткам. Добавлена возможность структурирования процесса планирования, разбиения на этапы планирования, и так далее. Именно это мы сейчас рассмотрим. То, что выделено красным цветом. Вкратце на этом слайде перечислено то, что добавлено рабочее место, где все это осуществляется. Задания структуры планов, этапов планирования и видов планов создания выполняются в сценарии. И вот основной расчет планов обеспечения по дефицитам. Но все, что остальное тут написано, мы тоже рассмотрим. Для качественного представления материала рассмотрим все это на примере. Вот у нас стоит задача перевести в некоторые организации планирование запасов на расчет дефицитов, то есть на расчет недостающих остатков. Что у нас имеется? У нас имеется изделие 1, которое производится ежемесячно, сверстан план по этой продукции на 2021 год. Требуется создать план производства по этому изделию и план закупки материалов также на 2021 год. На это изделие имеется ресурсная спецификация, которая использует всего три материала. И отметим, что цикл производства, то есть длительность производства, изделие 1 составляет более 1 месяца. В пункте 4 показано то состояние, с которого мы начинаем планирование. То есть у нас на 2021 год ничего нет, то есть никаких планов нет. И мы находимся где-то в ноябре месяце, 1 ноября у нас есть на 2020 год план продаж, вот 15 штук, и в ноябре, в декабре мы должны продать еще 2 и 1. И есть факт продаж, мы продали все 15 штук, которые должны были по плану. В ноябре, в декабре тоже что-то продадим. Ну и остаток продукции на 1 ноября 4 штуки. То есть вот такие данные у нас имеются. И перейдем теперь к программе. Ну сразу же посмотрим ресурсную спецификацию на это изделие. Как мы сказали, изделие номер 1. 3 материала, 1, 2, 3, в количестве 1, 2, 3. Значит, производственный процесс одноэтапный. Длительность этапа 30 дней, то есть с учетом графика работы предприятия и выходных, это больше месяца. Ну и используем один склад, одно подразделение, ну и так далее. Не усложняем задачу. Значит, вся работа по настройкам выполняется в разделе бюджетирования и планирования. Настройки справочники, планирование запасов, вот сценарий планирования. Значит, я уже подготовил некий сценарий планирования по этапам, по месяцам назвал его. Что тут мы должны в сценарии указать? Ну, во-первых, включить флажок управления процессом планирования. Для того, чтобы рассчитывались в регистрах у нас материалы, в данном случае, включаем по ресурсным спецификациям для производства, включаем этот флажок и вот здесь вот мы задаем структуру планов. Значит, тут мы видим, созданы четыре этапа, кнопочкой «Создать этап». Ну, откроем каждый из них. Первый я назвал «Начальные остатки». Он имеет тип планирования остатков. Второй этап. Я назвал «Планы потребностей». Он вот прям имеет тип «План потребностей». Следующий этап у нас «План производства». Это уже обеспечивающий план. Поэтому у него стоит тип планирования обеспечения. Следующий этап «План закупки материалов». Он имеет тип тоже обеспечения. То есть, у нас есть вот в этой группе этапа в начальных остатках. Значит, будут у нас планы начальных остатков. Здесь у нас будут планы продаж, потребления. Здесь у нас будут планы производства. Здесь планы закупок. Ну, давайте развернем, что же там внутри. После этого были созданы виды планов для каждого из этапов. Значит, у нас вот есть остатки материалов вид плана. Он довольно простой. Заполняется по формуле. Формула простая, то есть, начальные остатки фактически на указанную дату. и вот отдельно мы сделали вид плана остатки продукции прогнозные, потому что мы находимся сейчас в ноябре месяце и нам нужно спрогнозировать, сколько же у нас будет продукции по вот этой вот нашей схеме на начало периода планирования. То есть, мы находимся вот здесь. Нам нужно спрогнозировать, сколько же у нас будет вот здесь. Вот 1 января. Дальше идем план продаж продукции. Тоже не сложный план. Я тут не стал заморачиваться. Тоже у меня заполняется по источникам. На основе плана, ровно на основе плана предыдущего года. Ну, тут известные вещи. посмотрим. Видим, что со смещением 12 месяцев. То есть, я беру план прошлого года и заполняю план текущего года. Записать, закрыть. Дальше план производства. План производства несколько изменился. То есть, у нас вид плана производства изменился. Значит, вот тут появились все-таки переключатели исходный и производный. Если мы включим флажок исходный, то мы возвращаемся к старой схеме по формуле или по источникам. а если мы включим производный обеспечивающий план, то расчет этого плана будет выполняться по недостающим остаткам, то есть, по дефицитам. Настройки заполнения тут можно указывать конкретный отбор. Ну, вот я поставил первый флажок. То есть, вся номенклатура, которая имеет спецификацию, будет попадать сюда. Записали, закрыли. Ну, и план закупки материалов. Он тоже у нас, как видно, не по источникам и не по формулам, а тоже рассчитывается по дефицитам. Вот стоит флажок производный. Настройки заполнения. Я конкретно отобрал только материалы. В данном случае у меня видно номенклатура материалы. Склад, один склад, с которым мы работаем. Вот, в принципе, все исходные данные. То есть, структура. Значит, сценарий мы задали, указали необходимые флажки, задали структуру планов, тут же разработали виды планов и дальше можно переходить к планированию. Но тут хочу остановиться на вот этом виде плана. Здесь мы остатки рассчитываем каким образом. То есть, берется факт 2020 года, остатки на текущую дату и вычитается факт план тоже 2020 года. вот таким образом мы получим прогнозные остатки по нашей продукции вот на 1 января. То есть, сложили факт и остатки продукции, вычли план продаж. То есть, в данном случае у нас должно получиться, чтобы не запутаться, число 1. То есть, одно изделие на начало января у нас должно быть на остатках. Закрываем и переходим непосредственно к планированию. Сценарии нам не нужны. Здесь тоже все закрываем. Значит, бюджетирование и планирование, управление процессом планирования. Значит, наша задача посмотреть конкретно как работает этот функционал. Значит, здесь у нас отобразилась структура наших планов с видами планов. Здесь у нас мы будем видеть начальные остатки, чего не хватает, количественные данные по каждому плану. Ну и вот третье окошко помощник планирования. В данном случае он нам для понимания не сильно пригодится. Его вот я этой кнопочкой отключил. Можно и это скрыть, но планирование у нас мы выполняем с 1 января 2021 года. Ну, давайте смотреть, как это делается. Встаем на 1 января 2021 года и, допустим, мы хотим сделать план остатков. Просто щелкаем два раза по этой кнопочке и по нашему виду плана вот открывается план заполнить товары. Ну, вот на январь 2021 года по установленному отбору фактически начальные остатки. Посмотрим, что у нас с материалами. Значит, система рассчитала, что на 1 января 2021 года у нас будут вот такие-то позиции в таком-то количестве. Переводим статус в работе и проводим этот план. Ну, будем нажимать на этот значок обновления. Вот у нас здесь мы видим, что по остаткам на 1 января у нас такие-то материалы, такой-то начальный остаток. Рассчитаем остатки продукции, прогнозные. Щелкаем два раза и также заполняем. Ну, посмотрим еще раз правило, какое у нас. Вот, значит, факт плюс остатки минус план продаж. Заполнить документ. Посмотрим. Да, у нас есть изделий один в количестве одной штуки, она правильно посчитала. Ну, есть еще изделий, покупное изделие номер два, которое мы тоже попробуем в будущем использовать. Тоже переводим в работе. таким образом у нас сейчас он посчитает по продукции. Значит, по материалам у нас такая ситуация на 1 января, по продукции такая прогнозная ситуация. Ну, дальше план продаж. Встаем на строчку план продаж на январь. Ну, и сделаем на весь год. Давайте на весь год сделаем. И также его заполним. Заполним. Правило простое, но посмотрим предварительно вот у нас за прошлый год план прям сюда вот и загрузится. Ну, мы видим, что план очень простой. Значит, у нас 2.1, в марте 2.1 и так далее до конца года. 2.1, 2.1. Тоже переведем статус в работе и проведем этот план продаж на весь год. Нажмем вот этот значок на ведь и мы вот видим наш план продаж вот щелкая по месяцам мы видим сколько расход должен быть в феврале расход должен быть 1 в марте 2 в апреле 1 и так далее. Ну и вот эти но если мы встанем вот сюда на последнюю строчку баланс планов то мы увидим что у нас в январе начальный остаток 1 но расход 2 по плану и конечный остаток минус 1 то есть поэтому она нам говорит что надо пересчитать вот этот значок ну вот здесь можно более внимательно посмотреть что что означает вот этот значок означает что надо этот план пересчитать просто щелкаем два раза и он обеспечивающий план будет создан автоматически вот он сейчас создается вот он мы видим мы видим приход то есть мы увидели что начальный остаток по этой строчке у нас один план продаж у нас расход два и план производства обеспечит нам еще приход одной штуки ровно столько сколько нужно ну и здесь надо заглянуть вот в этот план план продаж план производства заглядываем просто щелкаем два раза вот он у нас в работе мы видим что дата выпуска да и в январе но дата запуска у нас аж в ноябре то есть у нас срок цикла производства очень большой почти два месяца из даты запуска у нас 20 ноября что же делать у нас на этом графике на нашем ноября нету просто берем и ставим тут ноябрь период ноябрь 20 года вот и что мы увидели мы увидели что система правильно рассчитала что в ноябре нужно что-то закупать вот нужно создать план закупок для обеспечения вот вот этого производства значит но здесь еще какая штука дело в том что у нас по балансу в ноябре она показывает что расход будет вот такой но не хватает то есть надо сделать планы закупок но наверное разумно будет вот этот план остатков материалов перенести на ноябрь так мы и сделаем просто тут же его откроем и сделаем его на ноябре на 1 ноября и перезаполним можно заполнить можно так то есть мы сейчас перезаполняем этот план остатков материалов на 1 ноября 2020 года вот мы его перезаполнили и проводим что у нас произойдет давайте нажмем все таки на этот значок что у нас произошло у нас план остатков сдвинулся на ноябрь мы это вручную сделали но при этом план закупок исчез то есть необходимость создания плана закупок материалов она исчезла и вот мы видим что ее тут нету идем дальше то есть здесь все у нас и здесь обеспечено и здесь мы видим обеспечено идем делаем дальше следующий план за февраль месяц щелкаем два раза создается план производства и так как у нас план откроем этот план и так как материалы должны даты запуска аж в декабре то она нам говорит что здесь посчитала что в декабре должно быть что-то закуплено ну и вот давайте тут же создадим этот план закупок вот таким образом у нас получилось запланировать производство на февраль с поставкой материалов аж в декабре в декабре вот в декабре потребность такая приход такой и по продукции у нас все хорошо ну если сделать и так можно пройти до конца ну давайте за февраль тоже мы сделаем план производства вот ну понятно что она требует к этому плану производства за два месяца начать закупать материалы ну давайте посмотрим какие у нас тут потребности две штуки две штуки открываем план производства что можно в этом плане производства сделать предположим да по плану у нас должно быть произведено два изделия но мы можем ввести корректировку потребностей то есть увеличить это количество прямо из плана обеспечения сделаем такую вещь одно из изделий заменим на изделие которое у нас есть на складе то есть ведем корректировку потребности можно вот у нас изделие один ну есть многострочный режим то есть изделие один мы хотим чтобы здесь осталось один и хотим заменить его на изделие два вот по изделию один у нас потребность уменьшилась а по изделию два вот потребность увеличилась на один но это у нас покупное изделие которое не надо производить ну давайте вот проведем вот и она посчитала что всего одно мы производим дата запуска и проведем этот документ ну понятно что то что мы сейчас сделали оно вот отразилось вот видите вот здесь вот этот документ отдельный документ называется корректировка плановых потребностей и мы видим что изделие номер один была потребность два стало минус один а изделие номер два скорректировано на одну штуку то есть будет потреблена одна штука ну и теперь для изделия номер один понятно что здесь в закупаемых материалах будет естественно поменьше будет закуплен всего на один комплект изделия ну что еще здесь и таким образом если что-то в плане продаж меняется так же все надо будет пересчитывать таким образом мы интерактивно работаем с этим планом ну еще есть такая небольшая возможность давайте ее покажем вот здесь вот создадим еще один план на апрель потребность одна штука понятно что здесь заказ план закупок вот мы рассчитаем да тут мы увидим что она на одну штуку так сказать запланировала но если мы захотим увеличить план производства для каких-то целей ну мало ли что-то с производством срочно нужно какой-то делать запас для этого существует вот такая кнопочка корректировка плана где мы можем поменять вот обеспечивающий план ну давайте увеличим на один установить корректировку это все записывается в регистре вот я вот сюда записываю число 2 установить корректировку вот вот этот значок означает установленная корректировка ее можно сбросить отменить и потом заполнить по дефицитам ну пока оставляем так провести и закрыть и после этого у нас поскольку мы увеличили обеспечение по плану производства то у нас здесь раньше было 1 мы увеличили еще на 1 она нам говорит что и план закупок материалов также надо пересчитать вот у нас не хватает то есть вот минус те минуса значит просто щелкаем два раза просто щелкаем два раза и все пересчиталось вот таким образом происходит работа с этим рабочим местом ну еще следует отметить уже к концу все подходит что у нас все сейчас в данном случае все планы у нас в работе в статусе в работе статус в работе позволяет пересчитывать планы вот но при этом создавать заказы поставщикам заказы на производство ну и другие заказы сборки разборки перемещения внутреннего потребления она не дает для того чтобы в итоге после того как вы закончили все это планировали все исправили надо планы перевести в статус утвержден и только после этого на основе вот скажем вот этого плана закупки можно будет создавать заказы поставщикам по плану вот